Любопытные изменения сейчас происходят по военной линии в Крыму. Полуостров является одним из самых защищенных регионов Российской Федерации, здесь дислоцирован армейский корпус, боевая авиация, самые современные средства ПВО, береговые ракетные комплексы, базируется Черноморский флот, имеющий на вооружении крылатые ракеты «Калибр». Но теперь Минобороны РФ демонстративно превращает Крым в непотопляемый десантный корабль, откуда сможет оперативно действовать и в Закавказье, и в Сирии, и даже в соседней Украине. Об грядущих изменениях в структуре воздушно-десантных войск заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу. В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание 3-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Вскове, к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии. По идее, десантно-штурмовой полк меньше, чем бригада, но ключевым моментом в данном вопросе является передислоцирование его на постоянной основе из Волгоградской области в Крым. Там, в Феодосии, он усилит уже существующий отдельный 171-й десантно-штурмовой батальон 7-й дивизии ВДВ, созданный в 2017 году. Батальон на 70% формируется из контрактников, большая часть которых является местными жителями Крыма. Данное подразделение вооружено современной техникой и стрелковым оружием, высокомобильно и способно выполнять задачи не только на полуострове, но и за его пределами. И вот на его усиление направлен новый 56-й десантно-штурмовой полк. Почему же это так важно? Крым совершенно особое направление у Минобороны РФ, где необходимо иметь силы быстрого реагирования. Через границу находится враждебная Украина, мечтающая вернуть полуостров. Неподалеку имеется проблемный Нагорный Карабах, где так и до конца не завершен давний территориальный конфликт. Еще дальше Сирия, где за спинами террористов, действующих против правительственной армии САР, стоит недружественная Турция. Неудивительно, что Крым и Северный Кавказ находятся в зоне ответственности 7-й гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии. Десантные войска сами по себе практически универсальны. В их составе могут быть танковые роты, артиллерийские бригады, роты радиоэлектронной борьбы и беспилотников, горные и водолазные подразделения. При этом они крайне высокомобильны, могут перебрасываться самолетами, ВТА и десантными кораблями. Это настоящие силы быстрого реагирования Минобороны РФ. 7-я гвардейская десантно-штурмовая горная дивизия ВДВ является по своей сути небольшой армией, способной выполнять широкий круг боевых задач. Она была сформирована в 1948 году, ее бойцы воевали в Афганистане, выполняли миротворческую миссию в Абхазии и участвовали в обеих чеченских компаниях. В 2005 году российское военное ведомство разделило ВДВ на три компонента – воздушно-десантный, десантно-штурмовой и горный. На выделение последнего самостоятельно повлиял тяжелый опыт ведения боевых действий в афганских и кавказских горах. 7-я дивизия ВДВ как раз и является горной. К ее бойцам предъявляются самые жесткие требования по физическим кондициям, которые должны обеспечивать возможность выполнять боевые задачи в условиях сложного рельефа и при плохой погоде. Десантники получают самое лучшее вооружение и технику. Благодаря качественной подготовке 7-я гвардейская – это, вероятно, самая боеспособная дивизия в составе российских ВДВ, поэтому в ее зоне ответственности находится самое проблемное направление – Крым и Северный Кавказ. В 2019 году десантники провели масштабные учения на полуострове, в которых участвовали сразу 40 самолетов Ил-76 ВТА. Десантирование осуществлялось одновременно двумя параллельными потоками по 20 самолетов в каждом с минимальной высоты – от 600 до 900 метров. В марте 2021 года на северо-востоке Крыма прошли очередные учения ВДВ, в которых были задействованы самолеты и вертолеты штурмовой и армейской авиации, 7 транспортных самолетов Ил-76, 500 единиц боевой и специальной техники, а также 2000 военнослужащих. Параллельно с этим отрабатывалась высадка на необорудованное побережье самоходного артиллерийского дивизиона десантно-штурмового батальона САБДК Черноморского флота РФ. Весьма интересные и многозначительные маневры для тех, кто понимает. Несомненно, передислокация 56-го десантно-штурмового полка в Феодосию на постоянной основе должно повысить боевые возможности 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ.